Поехали. Меня зовут Саша Плеванов. Мегаим уже меня представил, но тем не менее коротко пройдусь по тому, каким подкастам я был причастен в своей жизни. Они пришли в работу где-то, мне кажется, в 2016 году, лет пять назад, в связи с тем, что в Медузу приехала Лика Кремер, бывший главный редактор такого издания СНОП, которая была чрезвычайно увлечена подкастами и заразила всех в Медузе этой страстью и, собственно, возглавила департамент подкастов. Мы начали какие-то штуки экспериментировать, делать. И, в частности, так появился подкаст «Два по цене одного», где мы с Ильей Красильщиком начали обсуждать какие-то истории про деньги, про то, как мы их тратим и неправильно, и о том, как мы начинаем о них задумываться. Потом, когда мы ушли оба из Медузы, то мы поняли с Ильей, что нужно продолжать как-то публично высказываться, публично болтать. У нас вроде как неплохо получалось это делать, и мы создали уже подкаст «Деньги пришли» без какого-то медиа, просто сами при партнерстве с Альфа-банком. Но об этом еще поговорим в части про монетизацию. И я работаю в sports.ru, интернет-издании про спорт, одном из таких самых больших в России, именно связанных со спортом. И там есть несколько подкастов, которые выходят. Я хотел обратить внимание на два. Во-первых, «Люди гибнут за Спартак» — это подкаст про дело братьев Старостяных, основателей Спартака, которые в сталинское время были репрессированы. И мы делали его довольно сложным образом, потому что наш друг и историк Сергей Бондаренко был одним из тех, кто рассекречивал этот архив после 75 лет, как это бывает с архивами. И поэтому он одним из первых читал «Дело братьев Старостяных» и рассказывал о нем такой немножко нарративный, длинный такой получился подкаст. И он там всего шесть эпизодов. И это такая пример нарративного, не болтологии, как 90% подкастов, а какой-то подкаст, который идет из точки А в точку Б. И подкаст «Финальный свисток», который мы делали с журналистом Ваней Калашниковым про все финалы Лиги Чемпионов. Тоже такой разговорный легкий жанр. Поэтому какой-то опыт в подкастах у меня есть. Более того, из четырех представленных три были каким-то образом спонсорские деньги пришли. Мы делаем с «Люди гибнут за Спартак» мы делали с платформой для чтения Bookmade Originals. «Финальный свисток» мы делали с «Яндекс.Музыкой». То есть какое-то право разговаривать о монетизации подкастов у меня есть. Так что давайте начинать. Главное, о чем я буду говорить сегодня, это как привлечь деньги в подкасты, как попытаться на них что-то заработать, как сделать так, чтобы эта работа была не только приятной, но и оплачиваемой. Ну да, есть один самый честный ответ на вопрос о том, как заработать на подкастах. Он, к сожалению, такой. Это не просто шутка, не просто какое-то такое желание сделать эту лекцию поинтереснее, но это на самом деле так. Если вы хотите зарабатывать деньги, если вы хотите стать миллионером, то подкасты – это совершенно точно не та отрасль. И вообще журналистика в целом – это не та отрасль, в которой люди становятся миллионерами. Но подкасты внутри журналистской профессии или блогерской профессии, многие ведут подкасты как блогеры, а не как журналисты, тоже не самая золотая жила. Если вы хотите зарабатывать деньги, то скорее вам нужно идти в YouTube, в Instagram, делать какие-то вещи там. Эта профессия подкастер не принесет вам… Слава может принести, а вот с деньгами все гораздо сложнее. Это видно даже по каким-то базовым цифрам не только в России, и не только в Центральной Азии, я уверен, но и вот смотрите на рынок США. В принципе, 709 миллионов долларов в год для США – это довольно маленькие деньги. В Европе уже объем рынка на порядок меньше, в 10-20 раз меньше. Это 38 миллионов евро – это данные 2020 года. Или, наверное, даже 2019. Рынок в России еще на порядок меньше, чем в Европе – это совсем маленькие деньги. Это все вместе суммарно, все реклама в подкастах стоит миллион долларов или миллион евро. Это маленькие деньги, и это несравнимо даже с какими-то… Не то, что с медийными, с баннерными рекламами, с какой-то нативной рекламой в медиа, но и несравнимо даже с таким узким сегментом, как реклама в Телеграме, которая оценивается. Понятно, что там сложная оценка, и, скорее всего, эта цифра не совсем корректная. Тем не менее, порядок она дает. 12-13 миллиардов рублей – это сколько там? Я плохо считаю, к сожалению, хотя веду подкасты про экономику, но в 100 раз меньше, чем рынок подкастов. Поэтому денег на рынке мало. Это могло бы быть целиком моей лекцией. Мы могли бы перейти к сессии вопросов и ответов. Но есть и оптимистичные соображения, есть какие-то мысли о том, что все не так плохо, и что, по крайней мере, какое-то производство или производство какие-то маленькие бонусы вы можете оплатить с помощью нехитрых инструментов, о которых я сейчас поговорю. Несколько оптимистичных соображений у меня все же есть. Подкасты – это классная штука сама по себе. И мы знаем, что все классные штуки сами по себе когда-нибудь приходят к тому, что монетизируются. Инстаграм был продан Фейсбуку за миллиард долларов, когда его рекламная емкость составляла 0 долларов. Никто еще не придумал даже то, как монетизировать внимание в Инстаграме. Потом прошло совсем немного времени. Фейсбук придумал монетизацию Инстаграма, и сейчас это его самая популярная соцсеть, и там очень много денег крутится. Поэтому вполне возможно, что за вниманием придут деньги. Так часто бывает. Мы точно знаем, что внимания в подкастах есть, его много. Это растущий рынок. Ежедневно, мне кажется, появляются новые подкасты. Очень много брендов, которые присматриваются к подкастам, иногда специально пишут в рекламный отдел sports.ru, иногда специально пишут, типа вот мы хотим рекламироваться только в подкастах, больше нигде не хотим. Подкасты, потому что подкасты – это модная вещь, в которую сейчас все идут. Поэтому быстрорастущий рынок как бы дает нам надежду на то, что все будет меняться в ближайшие годы. И самое интересное будет происходить именно в подкастах. Вторая штука, что подкасты предоставляют доступ не просто к аудитории какой-то, я не знаю, как сайты предоставляют доступ к уникальным пользователям, довольно анонимным, довольно, как сказать, холодным людям, которые проводят время на сайте, я не знаю, от нескольких секунд до полминуты. А подкасты, у подкастов, у каждого подкаста есть своя аудитория, очень, как сказать, очень, которые очень любят этот подкаст, любят этих ведущих, у них есть какие-то отношения, они прислушиваются к ним. И поэтому, когда такие авторы подкастов начинают что-то рекламировать, то эффект от этой рекламы гораздо больше. и гораздо он помогает выстраивать отношения с брендом, доверие к бренду повышать. И еще одна важная штука, что подкасты люди слушают, как правило, занимаясь чем-то параллельно. Гуляют с собакой, моют посуду, готовят еду, гуляют, бегают. И это для рекламодателей большой плюс, потому что все другие типы рекламы постепенно надоедают пользователям. Баннеры, есть термин о баннерной слепоте, что люди уже не замечают баннеры, просто не видят их. В YouTube при активном усмотрении всегда рекламу можно как-то переключить или выключить звук и так далее. А когда ты бегаешь или когда ты моешь посуду, и вдруг у тебя в середине подкаста рекламная вставка, то ты не пойдешь ее перематывать, если она не супернадоедливая, если их не очень много. Ты послушаешь это. Нету сценария, при котором реклама как-то может быть незаметна для тех слушателей, которые есть у подкаста. Поэтому брендам это может быть интересно. И все эти оптимистичные слова приводят меня к мысли о том, что все-таки монетизация подкастов возможна, и монетизация подкастов... Ну, это такая же тема, как и монетизация всего остального. Надо к этому так и относиться. Первый способ, понятный, самый популярный, монетизировать подкасты можно с помощью рекламы. И эта реклама бывает довольно разной. Уже рынок, как бы, он еще молодой, но уже достаточно опытный, и там форматы сложились рекламные. Это, во-первых, самая популярная штука – это интеграция внутрь выпуска. Как правило, это интеграция где-то в первой трети и в конце. В первой трети, потому что не все люди дослушивают до конца, и рекламодателю важно, чтобы больше аудитория его зацепила. Ну, и в конце, потому что это повторение и логичный выход из подкаста, завершение какого-то... Завершение слушания. Вы можете пойти там на сайт куда-то или так далее. Вот. Значит, сейчас, простите, собака отгавкает. Вот, вроде все получилось. Соответственно, интеграции бывают тоже разных типов. Это может быть просто джингл, записанный отдельно совершенно, и авторы подкаста не будут иметь никакого отношения к чужим голосам, с какой-то музыкой, с чем-то еще. Как правило, это не очень эффективная штука. Эффективно, когда ведущие своим голосом, голосом, которому доверяют слушатели, рассказывают что-то даже, может быть, в свободной форме о каком-то бренде или продукте, недавно приходил в подкаст, который называется «Хватит ржать, господа», и у них был спонсор, интеграция такого ресторана, который называется «Много лосося». Вот. А так получилось, что буквально перед записью я заказывал у них еду, и поэтому эта интеграция получилась очень естественной. Я просто рассказал, совершенно, правда, случайно так вышло. Я не знал об этом, что я вот у них заказывал еду, было очень вкусно. Короче говоря, для рекламодателей даже лучше, если это какой-то… Они набрасывают какой-то список преимуществ тем, которые они должны… Подкастеры должны осветить, но ничего не… Но ничего не говорят конкретный текст, заученный, потому что это хуже всего. Когда просто люди вдруг выключаются внутри в рамках подкаста и начинают говорить каким-то чужим языком какие-то слова, которые написали маркетологи. Это видно и получается искусственно. Бывают случаи, когда рекламодателю хочется внутри какого-то подкаста, например, там, я не знаю, допустим, о материнстве или об отцовстве и о детях вообще, осветить какую-то одну тему, например, там, я не знаю, детского питания. И тогда они договариваются о том, что внутри этого выпуска будет не интеграция какая-то, а целый выпуск будет посвящен проблеме, которая интересует рекламодателя. Это совершенно конкретный пример. Я привожу. Есть такой довольно популярный подкаст в России, который называется «Сперва ради трех отцов», которые рассказывают о своем опыте отцовства. И вот там к ним приходят, например, целый рекламный выпуск может быть посвящен питанию с… не помню, с каким брендом они это делали. И в рамках такой штуки, например, можно пригласить эксперта от компании-рекламодателя, чтобы он либо присутствовал на всем выпуске, либо часть выпуска была посвящена его рассказу. Так мы в подкасте «Два по цене одного» так мы делали, например, с компанией H&M, с брендом H&M Одежда, который хотел рассказать о том, что они тоже участвуют в программах утилизации одежды, экологии и так далее. А у нас как раз был про это выпуск, мы хотели про него делать, про то, как правильно обращаться с мусором, можно ли на этом заработать и так далее. И просто мы взяли эксперта из H&M и с ним провели целый выпуск. И было ощущение того, что мы выполнили задачи бренда, и при этом это не был прям полностью целиком рекламный выпуск, который такой… Нам самим было бы его неинтересно делать, а мы просто его сделали, потому что нам заплатили. То есть целые рекламные выпуски вполне возможны, если в них остается структура, если в них остается… Остается, короче, сам подкаст, не просто какая-то реклама, сорок минут рекламы. Иногда бывает так, что рекламодатель приходит на целый сезон или на какой-то спецпроект, на несколько выпусков. Вот у sports.ru есть такой подкаст, который называется «Три коллеги», где три человека из «Спортса» пробуют разные виды спорта, которые они раньше не пробовали. И к нам пришла компания, поскольку это еще не реализованный проект, я не могу называть ее, но она сказала, вот мы хотим, чтобы вы несколько эпизодов сделали конкретно про бег. И мы подумали, что это суперклассная идея и что внутри этого подкаста будет такой маленький сезон про бег на 4-5 серий, где мы будем говорить, где наши три коллеги пробуют бег, пробуют разного уровня подготовки, поэтому это интересно, общаются с тренерами, общаются там про одежду для бега и так далее. Вот, поэтому внутри сезона вполне можно делать какие-то целые сезоны. У «Медузы», я знаю, есть такая практика с медицинскими компаниями, у них есть медицинский подкаст, и они делают какой-то с медицинскими компаниями, которым нужно, например, которым даже не нужно продать какие-то лекарства, а нужно обратить внимание людей на то, что есть какая-то проблема, есть, что нужно там заниматься, чек, ну, забыл, как называется, в общем, когда нужно проверять свой организм довольно регулярно на какие-то болезни, чтобы на ранних стадиях их найти, да, или на какие-то сложные болезни, чтобы люди просто рассказывали, чтобы у них появлялось какое-то образование, первая минимальная начитанность об этих болезнях, чтобы если что-то случается, то они не были совсем растерянные, вот, и последнее, что я хотел сказать в этом блоке, это сотрудничество с платформами, вообще мы живем, мы в смысле создатели контента, живем в очень хорошее время для этой профессии, потому что рынок сейчас трансформируется, и очень много платформ, которые берут деньги с слушателей, зрителей, и пользователей за какую-то абонентскую плату, они должны чем-то отличаться друг от друга, и они отличаются, как правило, уникальным контентом, который есть только на этой платформе, поэтому Netflix платит огромные деньги за сериалы, которые выходят только на Netflix, Amazon делает то же самое с сериалами, но есть и там, для России это не очень актуальный пример, но, например, Spotify очень активно вкладывается в рынок подкастов в Европе, и покупает подкасты, чтобы они выходили только у них. Соответственно, в России тоже бывает такая штука, и с платформой можно сотрудничать. Яндекс.Музыка тоже активно вкладывается в подкасты и активно хочет, чтобы какие-то подкасты выходили только у них. Я знаю, что, например, у них есть контракты из студии «Либо-либо», и один из таких самых популярных подкастов, который называется «История русского секса», выходил только на Яндекс.Музыке и по какому-то такого рода договору. Я упоминал, что мы делали «Люди гибнут за Спартак» с платформой Bookmade, платформой для чтения, и подкастов им тоже нужно было подсветить, что у них выходят уникальные аудиокнижки и аудиоподкасты, поэтому мы делали вместе с ними. И там мы не то, чтобы мы много заработали на этом от Bookmade, но мы поделили расходы, по крайней мере, там вышли в ноль в какой-то небольшой плюс. С Яндексом я тоже приводил пример финального свистка, тоже мы делали его специально под одну платформу. Так что сотрудничество с платформами это такая это возможность делать ваш подкаст. Немножко вы сужаете аудиторию, естественно, потому что если вы выходите только на одной платформе, некоторым людям неудобно вас слушать, некоторые просто не знают о ее существовании, вам сложнее до них добить, но зато вы получаете во-первых, эксклюзив, вернее, платформы получают эксклюзив, а вы получаете за это какие-то деньги по монетизации и так далее. Есть вторая штука. Это вариант для тех, кто уверен в себе, кто знает, что у него большая аудитория платежеспособная, которая готова давать ему деньги. Это донаты. Донаты пользуются большой популярностью, чем дальше, тем больше. у людей появились простые, удобные платформы для того, чтобы донатить своим или, как в случае патреона, становиться патроном какого-то подкаста. Это оказалось очень просто, несколько кликов, и вы чувствуете, что сделали хорошее дело. Такого очевидно будет становиться больше. мне сложно сказать, какая граница, какой объем этого рынка в пределе, сколько можно зарабатывать на слушателях, которые становятся вашими патронами или спонсорами. Но я знаю, что есть подкаст «Спортивные капучино и катаначо». Это такой подкаст о футбольной тактике, в котором два очень увлеченных автора Вадим Лукомский и Игорь Порошин могут два-два с половиной часа рассказывать о каком-нибудь матче, когда они делают выпуски. Обычно есть какая-то история, наверняка вы знаете, что есть история, что подкаст должен быть 40 минут, может быть, 50 минут, что дальше люди отваливаются. А вот у этого подкаста такая аудитория, что если они не делают подкаст два часа, а делают час-двадцать, им пишут, ну где же, почему так мало, что вы себе позволяете, давайте больше. И это очень преданная узкая аудитория, которая готова много внимания отдавать этому конкретному подкасту. И вот видите, у подкаста есть, у патреона есть открытые данные. Вот подкаст Капучино и Катаначо зарабатывает в месяц 1215 долларов. Это вообще-то неплохие деньги, да, на этом это то, что может точно отбить производство и то, что может давать и приятные какие-то бонусы. Короче говоря, это уже суммы, о которых имеет смысл говорить, причем Капучино и Катаначо точно не самый патроноемкий подкаст в российском интернете, есть несколько других, но я посмотрел, у них закрытая статистика в Патреоне, поэтому я не смог посмотреть, сколько точно. Да, ну и можно рассчитать среднюю сумму, если они зарабатывают в месяц 1215 долларов, от 574 человек, то несложно посчитать, что средний чек там довольно маленький. Да, но людям это приятно, потому что они становятся как бы соавторами, со контрибуторами подкаста. За что платят подписчики такого рода? во-первых, есть люди, которые просто хотят дать денег любимым людям. Это обычное нормальное чувство, и там я тоже его разделяю кому-то, каким-то медиаприятным тоже иногда доначу, иногда регулярно, иногда нет. Просто люди делают хорошую работу, и тебе хочется им дать денег, потому что ты знаешь, что они в принципе это делают от чистого сердца, и не очень-то зарабатывают на этом, не становятся миллионерами и так далее. Но есть какие-то люди, которые делают это из прагматических соображений, например, тот же подкаст Капучинник это начо, он делает выпуски специальные, которые можно послушать только если ты заплатил денег. Соответственно, если ты хочешь, если у тебя есть какая-то тема, которую ты очень хочешь послушать, ты знаешь, что они про это записали выпуск, но он недоступен в большом публичном поле, то ты, наверное, за это заплатишь, это тоже какая-то форма монетизации. Да, есть форма монетизации с ранним прослушиванием, когда подкаст становится бесплатным, например, через две недели, а эти две недели раннего прослушивания он доступен только подписчикам. Это тоже немножко обрубает охваты, обрубает медийность, но при этом люди, которые заплатили, чувствуют себя в эксклюзивном положении, чувствуют себя какими-то слушателями, ради которых что-то записали специально, и только они могут это послушать. Это классно, и тоже, насколько я понимаю, эта модель тоже работает, это становится стимулом для того, чтобы заплатить деньги, хотя бы какие-то минимальные. Да, ну и важная штука, что, когда ты платишь деньги, то твои отношения с авторами подкаста выходят на совершенно другой уровень, и ты можешь задавать им вопросы, ты можешь, по своей заявке могут они сделать какой-то специальный выпуск, ты можешь, тебе легче прийти в подкаст и задать какой-то вопрос, то есть за эту близость как бы имеет смысл платить, да, может быть, в случае развлекательного контента, вот как Капучино и Катаначо, это еще скорее просто развлечение, да, но если это какой-то бизнес-ориентированный подкаст, если это интервью с какими-то людьми, от которых зависят какие-то решения, то я знаю, что люди готовы платить много денег для того, чтобы задать им вопросы, для того, чтобы они ответили на конкретные вопросы или осветили какую-то конкретную тему, и чтобы ты об этом услышал там раньше всех, да, то есть вот такие штуки работают, понятно, для чего люди платят, понятно, что их пока платящих не очень много, понятно, что многие подкастеры немножко стесняются, потому что вроде как они там с протянутой рукой ходят, но на самом деле это уже не так, цифровая экономика сделала саму эту модель не обидной ни для одной стороны, ни для другой стороны. Перейдем к более экзотическим способам, да, третий способ монетизации, который я знаю, наверняка есть какие-то, которые я не знаю, это выход в оффлайн. Выход в оффлайн это, во-первых, это всегда приятно, потому что ты сидишь пару лет перед микрофоном один в студии или там вдвоем в студии и там видишь эти цифры прослушивания и какие-то, которые более-менее, ну, как бы, они просто остаются цифрами, а тут ты пришел, сел на сцену, а у тебя полный зал. Ты думаешь, вау, ну, вообще-то я делаю какое-то интересное дело, раз целый зал пришел просто посмотреть на людей, которые вообще-то смотреть там не на что, да, это не стендап-шоу, это просто какая-то запись подкаста, вот, эта фотография из нашей единственной записи, оффлайн-записи у нас с Ильей Красильчиком в первом сезоне мы ее делали для подкаста «Деньги пришли» и совершенно обалдели от того, что там было типа 300 человек, мы не представляли, что на нас как бы свободный вечер, прекрасный, летний, кажется, это было летом, да, люди могут потратить на нас, но это было какое-то, это очень вдохновляющее чувство, мы поняли, что это работает, да, что мы для кого-то делаем, делаем хорошее дело, но на самом деле с точки зрения монетизации оффлайн еще хорош тем, что, во-первых, рекламодатели могут прийти на эту оффлайн-сессию и что-то предложить этим людям уже подогретым, например, там, я не знаю, оформить карточки банковские или что-то еще, это такая рабочая штука, в России, например, еще есть особенности рекламного законодательства, например, нельзя рекламировать в медиа алкогольные бренды, но при этом они могут стать спонсорами вот такого вот оффлайн-мероприятия и тоже поучаствовать таким образом в вашей монетизации, а этим людям, которые пришли, будет приятно, что такое, что есть такой спонсор, который, значит, им нальет или что-нибудь такое. Вот, понятно, что когда люди пришли в оффлайне, то можно попробовать устанавливать точку с мерчом, если люди уже настолько как бы engaged, настолько увлечены вашим подкастом, что они готовы потратить на вас свободный вечер и пойти вас послушать, то они точно купят футболку, толстовку, там, я не знаю, кепку или что-нибудь такое вашего подкаста и будут, главное, что не будут просто, это будет не акт благотворительности, они будут ее носить, потому что им хочется явно ассоциироваться с вашим подкастом, быть частью этой такой такой тусовки веселой. Вот, поэтому на оффлайн-мероприятиях можно продавать мерч, там же можно собирать какие-то донаты, потому что люди тоже подогреты. И другая практика, не знаю, правда, честно скажу, что не видел подкастов, которые прям продавали билеты на свои открытые записи, но теоретически могу представить, что это возможно, да, обычно люди, когда делают какое-то оффлайн-мероприятие, они там вводят обязательную регистрацию, чтобы просто знать, сколько народу придет, но она бесплатная, да, возможно, в будущем мы попробуем на каком-нибудь из подкастов попробовать продавать билеты, посмотрим, что из этого выйдет и сильно ли количество людей будет меньше, потому что кажется, что, в принципе, если ты готов вечером пойти на какое-то такое мероприятие, если считаешь это какой-то веселой, классной тусовкой, то, в принципе, ты можешь за это заплатить, и у тебя не будет с этим больших проблем. Вот. Последний способ, о котором я хотел поговорить, это довольно важная штука, она здесь стоит не по значимости, а просто потому, что как-то разговор так зашел, выстраивать собственный бренд. Можно выстраивать собственный бренд, и подкасты в этом сильно помогают. Да, не это означает, что вы будете зарабатывать не на собственном подкасте, а на каких-то других вещах, просто подкаст будет служить какой-то точкой входа узнаваемости вас на рынке. Вот есть очень хороший пример подкаста студии «Либо-либо запуску завтра», который ведет Самат Галимов, такой технический директор, который занимается тем, что приходит его бизнес в том, что он приходит в разные компании, рассказывает, что у них плохо с разработкой, налаживает эту систему и выходит делать следующий проект. И он ведет подкаст, который называется «Запуск завтра», и помимо того, что он, помимо того, что это классный подкаст, помимо того, что к нему приходят интересные люди, помимо того, что он популярный, это сам по себе подкаст, для него это еще и возможность оставаться внутри, как бы показывать себя, рассказывать о том, что он один из главных публичных технических директоров в России прямо сейчас. к нему в гости приходят люди из Apple, Яндекса, каких-то Касперского, самых больших компаний и рассказывают ему. Это значит, он таким образом через подкаст показывает публике, показывает своим потенциальным клиентам, что я классный, возьмите меня, посмотрите, я даже подкаст веду, и в него я знаю весь рынок, я эксперт в этой области, то есть возможно такая штука нужна для того, чтобы как бы себя промоутировать, себя показывать, себя каким-то образом строить, выстраивать свою репутацию, а зарабатывать уже в другом месте, а подкаст просто такая как бы реклама самого себя, это нормально, ничего в этом страшного нет. Есть истории, когда многие слушатели так хорошо реагируют на голос, узнают этот голос среди прочих, что приходят рекламодатели и просят зачитать какое-то рекламное объявление или просят стать голосом бренда, это экзотический случай, но я знаю, такие вещи бывали, вот, и соответственно тоже вы за счет того, что делаете подкаст, за счет того, что вас узнают, вас слышит ваш голос, вы зарабатываете деньги в другом месте, но как бы с помощью подкаста, без подкаста ничего не было бы такого. И последнее, естественно, вас могут пригласить на лекцию, рассказать о монетизации подкастов, и вы выступите, и это тоже будет какой-то способ монетизации. Вообще подкаст очень живая тема, и очень многие люди сейчас хотят услышать про подкасты что-то, поэтому в принципе, если вы выстроили свой бренд, то вы вполне можете рассчитывать на то, что вы будете рассказывать, ездить, выступать, там, я не знаю, может быть, это тоже не слишком большая монетизация, но мир повидайте, если коронавирусные проблемы исчезнут. Так что это такая тоже существенная штука, о ней не нужно забывать. Больше способов я не знаю, но последний слайд у меня все же есть. Я знаю, что особенно в зуме часто бывает, что люди отвлекаются, слушают что-то другое параллельно. Опять же, я советовал слушать самого Зеленского. Поэтому ничего страшного, если вы все-таки хотите, чтобы что-то осталось от этой маленькой лекции, то, пожалуйста, сфотографируйте этот слайд, я не знаю, за скриншотте или что-нибудь еще, тем более, что там кошка слушает подкаст, это приятно. Да, самые главные тезисы. На подкастах сложно зарабатывать и никто не открыл золотую жилу пока, нету, как бы, на европейском пространстве нет подкастов миллионеров, но тем не менее какие-то деньги здесь есть и главное, что этот рынок растет. Ищите рекламодателей, которые нацелены не на, я не знаю, я рекламу заказал за 100 рублей и мне пришло заказов на 120 рублей, значит, все хорошо, я в плюсе. Да, ищите рекламодателей, которые хотят, чтобы качественное ощущение от этого бренда изменилось, да, чтобы люди этому бренду стали доверять, чтобы они там в магазине, когда у вас представлены Puma, Adidas, Nike и еще несколько, а несколько, значит, видов кроссовок выбрали вас, потому что они слышали ваш подкаст, вы слышали, что Adidas там приходил в подкаст какой-нибудь, а в другой не приходил. Вот, создавайте сообщество, сообщество нужно для того, чтобы у вас появлялось большое ядро лояльной аудитории и на нем это в самом себе приятно, но на нем и можно заработать и прокачивайте собственный бренд, это вам пригодится в будущем всегда, совершенно точно, даже если прямой какой-то корреляции с выгодой не будет, собственный бренд это важно. Пробуйте всякие разные новые штуки, которые вам кажется, что могли бы хорошо сработать, пробуйте донаты, пробуйте офлайн, пробуйте участвовать в каких-то фестивалях, конференциях, пробуйте делать то, что вам кажется просто интересным, потому что в конце, как я сказал, за вниманием, если вы обеспечиваете внимание, за вниманием всегда идет рекламодатель, реклама всегда идет туда, где достаточно много внимания. Это, наверное, все, что я хотел сказать, у меня, к сожалению, нет часов, я даже не знаю, сколько я говорил, наверное, чувствую, что я... Вы говорили минута в минуту, вы сказали, ровно 42 минуты вы говорили. Прекрасно видите опыт рассказывания. Если у вас после в сессии вопросов и ответов останутся какие-то вопросы, предложения, идеи, если о чем-то хочется еще поговорить, то найдите меня либо в фейсбуке, либо напишите мне на почту. Я, в принципе, люблю потрещать про подкасты, это как бы, как сказать, не вагоны разгружать, поэтому не стесняйтесь, пишите, пишите. Все, выключаю свой экран и готов к каким-то вопросам и к идеям и вообще давайте пообсуждаем что-нибудь. У нас были вопросы, у нас были... Первый комментарий был в целом, спасибо вам за ваш подкаст. Ой, сейчас, секундочку, у меня... Люди гимн за Спартак, очень клевый нарративный подкаст, комментарий от Эльдара. Спасибо большое, очень приятно. Я тоже его послушала, я не разбираюсь в спорте и, честно говоря, мне пофиг на спорт, но интересная была история очень про Спартак. Я надеюсь, что в этом году у него будет какое-то продолжение, не прямо такое продолжение, ну, в смысле, снова про Спартак, но похожая тема с Сережей Мандаренко. Супер. А вопрос был по поводу вот вашего первого фрагмента. Если реклама не приходит сама, как продать подкаст потенциальному рекламодателю? Это тонкий момент, потому что у меня тут меньше всего опыта, да, все медиа, в которых я работал и работаю, у них всегда очень хороший, классный рекламный департамент, в который я особенно не суюсь, да, и они умеют продавать. Люди, которые умеют продавать, это особый талант, они дорого стоят, да, но понятно, что это какая-то специальная профессия, да, уметь продавать. Но, в принципе, вот как случилось с подкастом «Деньги пришли», когда мы просто хотели, у нас была какая-то заинтересованность в том, чтобы продолжать вместе с Ильей Красильчиком что-то делать, вот, и просто так совпало, что Альфа-банку в этот момент тоже, они как бы думали в сторону подкастов, и мы просто встретились с ними, поговорили и договорились о каких-то условиях самых простых вот, деньгах, и все сработало. То есть, довольно часто бывают случаи с новыми медиа, как вот, знаете, сейчас все в клабхаусе, да, все, все, как в клабхаусе устраивают какие-то там комнаты, конференции, мероприятия, вот, внимание брендов, бренды сами идут туда, да, бренды любят, многие бренды любят идти во все новое и готовы туда инвестировать, просто чтобы быть первыми, чтобы быть одними из, чтобы ассоциироваться с чем-то классным. Подкасты классно, поэтому многие бренды идут сами, рекламные отделы делают какие-то свои магические штуки, в которых я не разбираюсь, и ищут рекламодателей и успешно их находят. Вот, самому мне кажется, что если у вас подкаст не внутри какого-то медиа, то самому бегать и искать по рынку, как будучи автором подкаста, наверное, эта работа такая неблагодарная, и у вас могут опускаться руки, потому что очень много отказов. Скорее, работает история с тем, чтобы вы под свой подкаст наняли какого-то человека, который будет его продавать, и вы бы как-то поделили выручку вместе, такая штука тоже возможна. Спасибо. Тогда вот следующий вопрос тоже логичный. А какое количество минимальное прослушиваний или подписчиков нужно, чтобы начать продавать подкаст? И это хороший вопрос в том смысле, что нет какой-то такой, вот знаете, типа от тысячи прослушиваний начинаешь продавать. Иногда нам удавалось продавать вещи новые совсем, у которых ноль прослушиваний и ноль подписчиков. Люди гибнут за Спартак из таких. Мы сначала его придумали, потом придумали с кем это сделать, с букмейтингом, потом его сделали. То есть вот, поскольку подкасты и реклама в подкастах это вещь не про конкретные продажи, не вот купил рекламу за 100, а получил 120 заказов, то в принципе можно договариваться с любого объема. даже если у вас там я не знаю 500 прослушиваний, но это какая-то суперлояльная аудитория, которая прям вас очень любит, можно попробовать уже начинать продавать. Это нормально. Спасибо. Вопрос тогда о сотрудничестве с платформами. Считаете ли вы подкастом подкаст, который условно доступен только в Spotify или в Яндекс.Музыке? Да, конечно, считаю. Ну, с этим нет никаких проблем. У Spotify большая индустрия подкастов, у Яндекс.Музыки тоже. То есть считать ли это подкастом? Безусловно, считать. Он не всем доступен, но зато вы получили за это деньги. Такая вот дилемма. Хорошо, спасибо большое. Скажите еще, пожалуйста, самые частые вопросы от бизнеса, которые могут вам задать, когда вы продаете подкаст? Ну, вот бизнес, который не очень в этом разбирается, они часто задают вопрос о том, сколько людей вы привлечете, сколько людей перейдет к нам на сайт. Это не очень грамотная постановка вопросов, просто потому, что люди, когда слушают, они не бегут сразу переходить на сайт или чем-то пользоваться. Хотя у них, скорее, это остается в голове, у них какой-то есть отложенный спрос. Да, бизнес часто спрашивает, часто люди волнуются очень, что мы скажем что-то не то, да, или что вообще бизнесы есть некоторые, которые очень любят все контролировать, да, и в подкастах очень часто бывает, что все проконтролировать нельзя, потому что многие подкасты, большинство подкастов записываются, все-таки там есть доля импровизации какая-то, и мы строим отношения на доверие, доверие, ну, если бренд нам доверяет, да, то мы как бы что-то делаем, если не доверяет, то скорее это неприятная штука, и вот такого рода вопросы, типа, вот что именно вы скажете, о чем будет там на пятой минуте, о чем будет на десятой минуте, о чем все закончится, а к чему вы призываете, вот такие вопросы тоже бывают, мне, как правило, не очень приятные, мы как-то с ними справляемся. Окей, если можно, какой-нибудь небольшой такой инсайдерской информацией можете ли поделиться, по примере подкаста «Деньги пришли» в самой компании заказчика, вот в Альфа-банке, руководство вообще слушает ваш подкаст, получали вы какой-то фидбэк или отзывы от них? Да, я тут понятно, что очень аккуратно буду говорить, потому что все-таки именно такие вопросы нужно отвечать Альфа-банку. Я знаю точно, что нас слушает какое-то количество людей в Альфа-банке, и не то, чтобы мы получали какой-то фидбэк типа правильно-неправильно, но каждый раз, когда речь идет о новом сезоне, то вот у нас уже четвертый сезон, каждый раз мы договариваемся типа, ну а чего будет следующий сезон или не будет, как дела, они всегда очень воодушевлены нашим сотрудничеством и всегда говорят, что будет сезон и с этим нет никаких проблем, поэтому и по этим признакам я заключаю, что в Альфа-банке ребята довольны, плюс, когда деньги пришли, попадает на первые места в чарте Apple, а это пока еще, пока рынок не самый большой, это сделать не так-то сложно, мы попадаем иногда просто на первую строчку либо в категории, либо на первую строчку вообще на этой неделе самый популярный подкаст наш, то, естественно, Альфа-банку это приятно, мы отправляем вам всякие скриншотики, они за нас радуются и сами радуются, и как-то используют это в своей коммуникации, так что, поэтому я думаю, что с Альфа-банком нам еще очень повезло, ребята прям понимают понимают как-то нас и понимают, как устроены подкасты, понимают, чего они от них хотят добиться, так что всем бы таких партнеров, как нам Альфа-банк. Спасибо. Окей, очень крутой вопрос. Как вы думаете, какова вероятность того, что из сообщества кто-то закажет рекламу? Были такие кейсы на вашем опыте? Действительно, хороший вопрос. Пытаюсь вспомнить из сообщества. Наверное, нет, но бывали какие-то обратные случаи, когда ты приходишь, иногда там рекламный отдел просит меня с ними съездить на встречу, когда мы что-то продаем, и люди слышат там голос и говорят, о, так это же голос, типа подкасты «Деньги пришли», типа «Давайте с вами что-нибудь делать, классно». То есть, если люди узнают голос, в обратную сторону, то есть, слушатели иногда не знают сами, что они могут стать рекламодателями, а потом выясняется, что они там слушают. Это так бывает. «Ой, а это я пропал, или вы?» Это я пропадал, извините, у меня интернет увеличился. Прошу прощения, все, все мы здесь. Вы ответили, да, люди услышали? Не знаю, но я отвечал, да, если коротко, прямо таких случаев не припомню, но иногда бывает, что среди рекламодателей, короче, когда ты приходишь к рекламодателю, то он знает про твоих подкаст, потому что он его слушает не как бренд, а просто личные какие-то люди. Вот, слушают, это всегда приятно, это гораздо легче вести переговоры. Спасибо, извините, пожалуйста, у нас какой-то интернет сегодня очень странный, именно вот сейчас он решил пропасть. Здесь небольшая минутка рекламы и интеграции. Эльдар благодарит вас, Саша, за вводный подкаст-курс. Он есть на нашем сайте school.kabar.asia. Александр сделал у нас очень крутой курс по подкастам. Вот, минутка рекламы, заходите, проходите. Это, между прочим, сейчас самый популярный курс у нас на сайте. Вот, так что очень любят. Всем спасибо. Такой вопрос. Он очень, на него прям все отзывы пять звезд, ни одной звезды ниже, чем пять не было. Какие моменты обязательно нужно обговаривать с рекламодателем до создания подкаста под ключ? Так, хорошо. Сейчас немножко расскажу про этот курс тогда. Это был первый опыт, когда я сам себя записывал на видео. И, в общем, всем желаю такого опыта. Мне кажется, я каждую лекцию раз по пять снимал, потому что что-то все время происходило. То память на телефоне заканчивалась, то заходила собака и сбивала эту, значит, стойку и так далее. В общем, это классно. Я чувствую себя теперь как-то опытным. Вот, что нужно обговаривать с рекламодателем во время до записи подкаста. Как мне кажется, и с любой такого рода сложной рекламой нужно всегда обговорить одну вещь, самую главную. Это чего они хотят от этого подкаста. Вы ведь находитесь в ситуации, когда чем это сложнее? Тем, что если вы просто делаете подкаст, вы понимаете, слушатели, вы делаете что-то классное, полезное для слушателей. Когда к вам приходит рекламодатель, вы вообще-то хотите, чтобы и для него это тоже было полезным. Не просто он заплатил деньги, не просто это какая-то типа, он заплатил мне деньги, я что-то там сделал. Нет, вы хотите ему принести пользу. Вы хотите действительно искренне ему помочь. Он для этого приходит. Поэтому обговорите с ним, чего он хочет. Одни хотят, чтобы там, я не знаю, люди записались на тест-драйв. Другие хотят, чтобы люди вообще узнали, что там, я не знаю, какой-нибудь бренд, допустим, Макдональдс, делать какие-то экологичные вещи. Другие хотят донести какую-то простую мысль. Четвертые хотят, чтобы о проблеме какой-нибудь типа, я не знаю, бездомных узнали люди, что им можно помочь. Короче, узнайте у рекламодателя, чего он хочет. Это иногда очень сложно сделать. Бывают рекламодатели, которые вообще тугие, которые как бы сами не знают, чего они хотят. Но постарайтесь, это как бы важная часть вашей задачи. Потому что если вы не узнаете, чего они на самом деле хотят, что-то сделаете, потом будет какой-то результат, и они к вам просто не вернутся больше. Проявите в них заинтересованность, они начинают раскрываться, и вы можете вместе что-то придумать интересное. Кто-то хочет раздать промокоды, кто-то хочет каких-то регистраций. В общем, узнайте, это всегда полезно. Второе важное, что вы должны договориться о степени вмешательства. то есть, например, бывают случаи, когда люди покупают какой-нибудь цикл подкастов или серию, сезон подкаста, и говорят, ну вот мы не хотим, чтобы освещалась такая-то тема. Это, в принципе, нормальное, законное требование, но нужно договориться на берегу, потому что, если вы об этом не договоритесь, вы потом начнете записывать что-то, они скажут, мы не хотим этого, давайте, типа, удалять, у вас возникнет конфликт. Договоритесь сначала как бы об условиях, да, как вмешивается рекламодатель, как не вмешивается рекламодатель, вот, ну и договоритесь о том, как вы с ним потом будете, ну как бы, как вы расскажете рекламодателю о том, что все хорошо, да, по какой метрике он будет отслеживать успешность, неуспешность, ну это отчасти первая штука, вот, ну и работает, как и везде, всегда с рекламодателем, особенно если у вас штучный продукт, вы как бы делаете, начинаете это делать, поговорите с ним, потратите некоторое время на то, чтобы познакомиться, на то, чтобы создать между вами какую-то эмоциональную связь, тогда это гораздо лучше, это решает, в случае каких-то сложных проблем потом, это вам очень поможет. Круто, спасибо большое, у нас мало времени осталось, наверное, последний вопрос, тогда Саида спрашивает, что для вас успешный продаваемый подкаст, можете назвать какие-то интеграции, которые кажутся вам самыми успешными? Давайте я отвечу на этот вопрос с другой стороны. Совершенно точно я знаю, что есть подкасты, которые невозможно продать, да, если вы делаете новостные выпуски, если вы делаете выпуски о каких-то проблемах, ну, о тяжелых проблемах, да, гендерные какие-то штуки, может быть какие-то вопросы о насилии, о чем-то еще, то вы прятали, продадите. Это немногие рекламодатели хотят оказаться там на одной, в одной пятиминутке со всякими убийствами и так далее. То есть это нужно там с платформами делать или договариваться о каком-то там, не знаю, о гранте, это тоже, кстати, хороший вариант, можно договориться на каком-то гранте, на конкретное, на освещение конкретных тем. Вот. Мне нравится интеграция, не знаю, наверное, плохо приводить в пример собственной интеграции, но вот действительно, когда мы делали в подкасте два по цене одного выпуск с H&M, который хотел рассказать о том, что они за экологию, у них есть ресайклинг всякие программы, вот. Это было, это было, ну, это была интересная тема и эксперт от H&M не был таким, знаете, деревянным пиарщиком, который говорил, ну, вот, H&M лучшая компания в мире, она делает там то-то, то-то, обороты такие-то. Нет, был вполне живой человек, эксперт, которому реально было это интересное, это интересная тема. Мы поговорили о куче разных вещей, не только об H&M, не только об одежде, эксперт мог поддержать разговоры, это было, короче, приятно, и вот такого рода интеграции, мне кажется, хороши и для бренда, и для и для самого подкаста. Еще я приведу пример, что есть много брендов, которые занимаются спортивной одеждой, и у них, как правило, есть какие-то подписанные звезды, спортсмены, которые и так их рекламируют, и они приводят их в подкасты, и это получается очень интересно, потому что, во-первых, поговорить с этим спортсменом сложно, ты, как правило, не можешь его добиться, ему это, он всегда занят, а по рекламным контрактам приходит, и если он раскрывается, если он тоже говорит какие-то интересные вещи, то получается классная интеграция. Супер, спасибо большое, остался последний вопрос, но мы, наверное, не успеем, потому что я вижу, что Гриша из Канары уже здесь, у нас осталась одна минутка буквально, вот, поэтому спасибо большое вам, Саша, за лекцию, было очень круто, вот, здесь пишут, спасибо за информацию, вы классный. Спасибо большое вам, очень было приятно поболтать, опять же повторюсь, что если какие-то вопросы остались, меня всегда можно найти и дозадать, я с удовольствием на все отвечу, спасибо вам, счастливо, ура.